Субтитры создавал DimaTorzok Дикая охота 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 я сейчас куплю покажи что у тебя есть и где твой габриэль молоток вот ржавый боевой молоток это есть свой габриэль хотя бы продать по 7 монеточек что еще что еще мне бедному несчастному остается так ладненько что у тебя есть и возможно кстати ты мне можешь что-то помочь сделать нет походу ты мне ничего не может помочь сделать тем более все все я как бы делал уже хорошо лавка покажи что у тебя есть может я тебе что-то еще продам мне бы деньги ой как не помешали бы сейчас траву мы бы насобирали до между сериями немножечко это что такое химический порошок так ну вот я бы это наверное тебе продал рубин вряд ли мне он сейчас понадобится хотя кто знает когда он мне сможет понадобится да тут такой вот вопрос посмотри по 85 монеточек руда хорошая блин ну тогда не буду пора давать пока почему бы и нет пора давать пора давать буду тебе первый первая карта о сказками чтобы найти предмет ведьмачьего снаряжения слушай может купить 14 монеточек всего на всего-то так прощай так почему слушай мне починить наверно надо а ладно мы будем чинить нет я не хотел я хотел уйти я хотел уже уйти будь здоров я не чихал и он не чихал так у меня ничего не появилось значит мне надо скорее всего это все прочесть для начала во первых вот смотри подсказка на карте чтобы найти предметы ведьмачьего снаряжения попав на рабочую группу профессора я начал следовать ведьмачья школа грифона школа грифоны ведьмачья школа грифона ребята впервые я слышу о такой школе реально действительно я в книгах я встречал школа волка школа кошки и школа змеи все школа грифоны никогда не было ну по крайней мере я такого не помню в основном в основных восьми книгах может быть в каких-то дополнительных книгах где-нибудь естественная история так как сам фото я быстро определил расположение двух мест других других мест каждый из них обязан при виде ведьмачьего медальона и грифона и начну эти места на карте то есть у нас теперь на карте есть эти места да карта мира где карта мира рюкзак вот карта мира и где эти места у нас ребята нас пещеры какие-то рядом но это это пещера ладно вот это у нас пещера да руина какая-то появилась вроде бы у нас ее не было на самом деле у нас очень много всяких всяческих мест которые я бы очень хотел посетить вообще знаете вот такая вся местность мне безумно почему-то напоминает местность в книге описанной восьмой книге. Сезон Гросс. О, это, наверное, Нильгардцы тут сидят. Такие полка. Скорее всего, тут Нильгард сидит. Блин, круто. Очень круто. Мне очень это все нравится. В любом случае, давайте для начала вот сюда отправимся. Вот. Тут явно какое-то вкусное халявное месече. Так, снаряжение школы Грифона. Новое задание. В. А ну, покажи мне. Покажи мне, где это находится, чтоб я знал. Ага, смотри. Вот раз, да? Одно место только. Школа Грифона. Интересно, какого... Та, ё-моё. Какого она уровня? И она довольно далеко, слушай. Так, а уровень есть тут? Школа Грифона это? Ведьмачьи заказы. Нет, не заказы, а сокровища, наверное, да? Скорее. Это вот школа Грифона. Одиннадцатый уровень. Ммм. Далеко просто. Реально далеко. Ладно, пока по Цири пойдем. На ощупь вроде. Называется квест. По всей видимости, да? Так. Окей. Так, я еще тут не взял вот эти вот квестики, на самом-то деле. Они нам пригодятся. Так, это все нам пригодится. Это мы все... Неизвестное место отмечено. Так, давай. В первую очередь отправимся там вроде где-то на болотах местечко, да? Он тут неподалеку. Мы его быстро сейчас облутаем. Может, там что интересненькое найдем. Всегда пригодится что-нибудь интересненькое, да, ребята? Так, вот оно уже где-то близко. Так, и тут какой-то враг, я смотрю. Акси-квент. А, он баба водяная. Эээ, вообще-то я... Твою мать. Ошеломление и... Добивочка. Есть. Так, прячем мечик. У тебя что-то выпало интересное? Ну, пригодится. Так, а что мы тут нашли? Руда, это хорошо. Это все? Так, каэдвенский гамбез и масло против инсектоидов. Каэдвенский гамбез. А ну, покажи мне, кстати, ремесло. Ну, вот оно, да? Каэдвенский гамбез. Нехватка ресурсов. Нам не хватает одного холста и трех шкур. Ай, дратвы не хватает. 48. О, так это получше уровень. Третий. Слушайте, надо делать. Надо делать, пока мы тут рядом возле кузнеца. У нас монеточки есть. Мы сейчас купим три дратвы, получается, нам нужно. Где-то здесь же. Это деревня. Ну, не кузнец, точнее, а как там он называется? Броничий, да? Броничий. Который может броню делать. То есть, надо там три кожи, три дратвы, вроде так было, да? Да, и... Как же? Вот так же. Так, ну, хорошо. Тут рядом все близко. Это очень удачно, удобно. Да, 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 я знаю, что ты мне, Габриэль, будешь всучивать, но, знаешь, чувак, мне не Габриэль сейчас нужен. Вот. Кайдвенский комбез. Во-первых, две дратвы. Один холст и три шкуры. Две дратвы. Дратва две. Наверное, денег не хватит, да? О, не шестнадцать и три. Один холст. Один всего, одинешенек. И... Кажется, кожи три, да? Вот их как раз три. Да, две мне только хватает. Сакура ты такая. Так. А одна сколько стоит? Шестьдесят три монеточки. А еще мне нужны будут деньги, чтобы... Чтобы это все скрафтить, да? Блин, придется, наверное, вот рубин продать. Хотя бы один. Давайте продадим. Тогда мне хватит. Девяносто одна монета и ремесло. Сделай мне вот это, да? Оп, готово. Так, у нас теперь появилась офигенская бронька. Ну, по крайней мере, на третий уровень. Это лучше, чем то, что у нас сейчас на нас, да? Так. Нет, мне, пожалуйста... Не карту мира я хотел. Мне рюкзачок надо. Рюкзачок. И вот она, да? Она получше нашей. У нас, видите, на плюс восемь брони. И плюс она так неплохо, получше будет. Сопротивление колющему удару, ударом... Ударному удару. Ударному удару. Крутой. Крутой перевод. Ядом. Три процента. Это хорошо. Кровотечение и рубящему удару. Ладно. Одеваем. Выглядит, конечно, она не айсово, но, тем не менее, хоть что-то, да? А, о, еще у нас, смотрите, ботиночки появились неплохие. А этих получше, но эти пока оденем. Неплохие ботиночки. Какие они? Охотничьи сапоги. Ну, ничего. Потом кавалерийские. Видите, у нас еще с наступлением шестого уровня еще чуть-чуть осталось. У нас появится возможность одеть еще один вид снаряжения очень интересный. Кто-то забрал мою куклу. Куклу? Ты хочешь... Что, у нас квест сейчас на куклу будет? Так, где? Где я хотел что-то сделать? А, вот. Вот это? Да, и... Вот это. Да, все. Так, садимся на платву. И, ребят, гончим. У меня просто... У меня, правда, плохо с едой. Гончим по квестику, по основному. Тут еды нету ни у кого. Вот, что я посмотрел, как бы нету ни у кого реальной еды. Это вообще печаль, беда, ребят. Какие тут пейзажи? Это просто, считаю. Так, там... Это что там такое? Так, у меня тревога у коня. Тревога полностью ушла у коня, прикинь. Так, нет. Их вас двое. Хреново, ребят. Так, тревога ушла. Так, один минус. Не, наконец, слушай, круто. Правда, тревога. Сгонится эта штука за нами. А где ты там? Мне скинуть может конь просто. Так, половина. Ну и еще один раз. Промазал, смотри. Так. Так. Да ладно. Серьезно. Есть. Так, ну, пособираем. Лут. Слазь, слазь. Че ты? Не стесняйся. О! Мутаген. Это очень хорошо, слушай. На. Ребят, неплохо так, неплохо. Мне понравилось. Там еще одна такая тварь. Естественно, печально, что, смотрите, уже идет закат. Видите, 4 часа, полпятого вечера. А к этому времени многие животные в этом мире очень мощные становятся. И, естественно, это печаль и грусть. Воу. 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 Одиннадцатый уровень. Блин. Ребята. Ну, очень большая тревога. Слушайте, я хочу. Я хочу попробовать, по крайней мере, ребят. А, в бою пока. Надо отойти от боя. Оп. Готово. Сохраняемся. Пробуем. Где это там существо? О, да. Я его долго буду так бить. Но если Акси попробовать его фигачить, против них хорошо Акси. Мне нельзя ни в коем случае позволять бить его, чтобы он меня бил. Ах, хвостом. Вот. Видели? Пока он меня шикарно хвостом чукнул. Акси. Давай, иди ко мне. Слишком далеко он был. Иди ко мне. Смогу я от тебя увернуться? Оп. Он как будто что-то охраняет, да? Эть, эть. Все-таки он сбил. И кровотечение. Ох, мать моя женщина. Хорошо. Покоцал. Хорошо. У меня больше нет еды. Это что-то крокодилоподобное. Ё-моё. Че, стоим-кого? Ждем там. Ну, если Акси ему его так бить, то неплохо, мне кажется, можно его затюкать. Точнее, Акси ему его ошеломлять. Блин, он слишком далеко, я уже не успею. Отошел. Отошел. Оп. А, попал все-таки. Вообще-то я вообще не в ту сторону уклонялся. Все равно он попал в меня. Так. Интересная битва. Одиннадцатый уровень, как-никак, все-таки. Давай, влазь. Влазь ко мне. Мимо. Хорошо. Но я его неплохо так зафигачил. Ему еще чуть-чуть, да и у меня пол хп осталось. Так что тут надо просто поаккуратнее сейчас быть. Так. Блин. Интересно, за его голову что-то тут... Ну, мне показано, что это смертельный для меня враг, потому что он якобы намного сильнее меня. Не, он так наверняка, но есть. Просто у меня еще и ведьмачьи знаки всякие есть, что меня спасает дичайший. Так, готово. В бестиаре у нас это существо выучилось. И что с него выпало мне? Ну, новый мутаген. Конечно. Ну, хотя бы опыта взяли с него, да? Он все время сюда куда-то спрятался. Может, у него тут гнездо или еще что? Ну, по крайней мере, мы, смотрите, освободили эту точку. Теперь мы знаем, что здесь можно сюда переместиться. О, вот эта штука. Здесь все поломали. Ха! Бабуся, он тогда просила поднять. Ладно, поднимем. Только как хулиганы здесь-то все поломали? Тут же монстр какой-то ходит, блин. Ну, просто самое интересное, что это место у нас не показывалось на карте. И как мне догадаться? Вообще. Ну, ладно, в любом случае, ребят, давайте сохранимся для всякого пожарного. Потому что, блин, убили неплохое существо. Я шестого уровня. Я даже пятого уровня убил одиннадцатого. На шесть уровней выше меня. То есть, соответственно, я не говорю, что это преподин какой. Любого можно, мне кажется, тут заковырять один на один. Это вообще не проблема. Как по мне. А единственное, можно, знаете, что сделать? Я не знаю, в ночное время суток лучше не бегать. Я бы с удовольствием, наверное, помедитировал. Плюс, это восстановит нам ХП. И некоторые предметы. Всю ночь проспали на тракте. Вот, нормально. Утречком у нас полное ХП и полные медикаменты. Не медикаменты, точнее, а всякие наши эликсиры. Кто-то в горы отправляется. Какие же тут пейзажи, да, народ? Вообще просто шикарно. Не, поляки просто гении в этом. Молодцы. Вот, знаете, земля и небо, как огонь и вода. Какой был Ведьмак 2, да? Заскриптованный весь, коридорный. И то там местам даже этого не чувствовалось. Тебе казалось, что тебя ведут в открытом мире. И насколько полностью заскриптованный и закрытый мир коридорный. Быстро они переделали, легко и быстро переделали. Действительно офигенно. Офигенные. Так, там красная точка с врагом, что ли? Ну и ветер. Так, отравниться вон снизу, да? Ну, зато здесь, смотри, у нас сундучок. Иволга. Вот. Как будто мы все позабывали заново со второй части. Мы теперь заново изучаем все вот эти препараты, да? Так, а вот еще что-то. А вот ты где? Идем? Хоть взгляну наконец на этого таинственного. Ага, в маске. Интересно, как вы двое поладите. Я его не в кумовья приглашаю. Я только спрошу его о цели. В кумовья приглашаю. Так, подожди, я хотел бы поменять. У меня из еды там вроде что-то появилось. Вот такая бутылка воды хотя бы. Хотя бы чуть-чуть нас полечит. А то... А ты водочки мне... Давай же! Че ты орешь? Я иду. О, она свету дала. Прикольно, слушай. О, грибочки. Тихо. Как я могу пройти мимо грибочков? Ой, сундучочек. Еще сундучочек. О! Меч Морибора. Улучшение... Улучшенное масло против гибридов. А че за меч Морибора? А, он фиговый, смотрю, да? 32. Печалька. Штанишки тоже фиговенькие. Грустняшка. Нам чуть-чуть осталось, блин, до шестого уровня. Я никак не могу докачаться. Чуть-чуть осталось, совсем немножко. А вон и он. Если он с каким-то магом. Или маг и есть, эльф. Ну, эльф был... Она сказала, что он... Это дикая охота. Это дикая охота? О, призрачные всадники? Это значит... Я думала, их не существует. Но полюбуйся на несуществующее. Офигеть. С ними навигатор. Что? Какой навигатор? Через пять лет... Пять метров поверните направо? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Конечно. Не уверена, что мне все это нравится. Так. Они к нам все бегут? Офигеть. Эй, твою мать. Идите ко мне, чё вы? Так, где она делась-то? Она вообще не туда, походу, прыгнула, да? Или мне нырять за ней? Твою мать. Воздуха как еще в обрез, да? Как всегда. Так, у меня есть карта, посмотреть, как тут все внутри происходит. А, просто рядом где-то, да? Нифига, где мы? Так, ну я туда-сюда сначала. Стена. Ну, понятно, чем стену-то разбить, это понятно. Так. Давай, иди ко мне. Ох ты, мать моя женщина. Я тебя, кстати, видел, как ты шел. Ладно, давайте тогда лучше пойдем. Я смотрю, тут большая территория. Пойдем обратно. Может, это путь отхода будет. Так. Так, нет, это на ту сторону, к трупнякам. Точнее, не к трупнякам, а к этим. Давайте. Ага, тут подъем. Вы не спуститесь. Точнее, вы не подниметесь ко мне. Утопец. Блин. А ну, подожди. А ну. Ловить. А ну. Этот. Не взорвется ли там у вас все? Что-то нифига. Обида. Давай. Так, тихо, 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 тихо. Закромсали, блин. Давай. Ну что вы там подходите? Печень волка. А ты смотри, какая сволочь. На. Готов. Так, ну печень волка тоже мне помогает, на самом деле. Это очень хорошо, что у меня и она осталась. Так, тут, наверное, не пробиться, наверное, только... Опа, там что-то... Мне показалось, или там что-то... Там что-то есть. Кейра! Так, Кейра. А, подожди, туда? Я думал, туда, да? Ну ладно. Раз ты просишь на ту сторону. Крысы? Серьезно? Крысы? Так, все. Окей. Шикарно. Так, ребят, медитируем. Крысы? 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 Так, нельзя здесь медитировать. Давай я отойду. Серьезно? Вообще-то... Да какого хрена? Подожди, у меня бомб нету Да ё-моё, они опять появились Да твою мать Так, медитируем Наконец-то Да ладно А, всё, есть Слава яйцам Да, ты пока посиди, а я пока помедитирую Убери их Нет нужной бомбы И чем же мне его уничтожить, если мне нету бомбы нужной? Окей Чё сразу не сказали, что можно Игни Твою мать Боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием Ладно, я лучше помолчу Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации Не представляю, как они попали на ту сторону Всадники телепортируются по-другому Для этого у них есть специально обученные чародеи Навигаторы Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай Я рисковать больше не стану Идём Охота нас опережает, но мы ещё можем их догнать Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно Так, ладно Ты должен понять, зачем здесь дикая охота Мы собирались навести эльфского чародея А не драться с дикой охотой Если они доберутся до него первыми У нас уже не будет шанса с ним поговорить Кроме того Ладно, делай как знаешь Постой, постой А что ты так привязался к охоте? Может, дело в цире? Ты ведь не всё мне рассказал, так? Идём со мной, и я расскажу Может быть Ты всегда такой Я начинаю сочувствовать Трис и Е Ну да ладно Пошли Гвелла Аклан Ну да ладно, пошли Ох, ё Да ладно Что это было? Иллюзия? Нет Морфа проекции Какая проекция? Нечто вроде почтового ящика для чародеев Куда надёжнее обычного письма Которое может перехватить кто угодно Сообщение определённо предназначалось Цири Дочь Чайки Наследница Лары Доран Да, эльфы так называют Цири А что насчёт знака меча? Это какая-то загадка? Да, оно простенькое Меч Цири носит имя Зираэль Ласточка Простенькое? Кто кроме тебя может это знать? Может этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири Твоего появления он явно не предвидел Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей И как-то подготовился Будем надеяться, дикую охоту ждёт пара неприятных сюрпризов Ну хорошо, идём Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим Просто искать ласточек? Это ж так просто, ребят Впереди вроде Похоже, это древняя эльфская пристань С призраками Осторожно Я знаю Скверная идея И как? Ну как, выжил Молодой педьмак и охрана сливают Вот сволочь Нормально О, так у тебя можно что-нибудь Сейчас бы в горячую ванну Ясно Я думал, у тебя прикупить что-то можно будет И бесполезно Блин, я не аксии хотел воспользоваться А квентом Я их всё время путаю Слушай, я на них фармить Ничего так, смотрю, да? Так, готово Ничего так, можно нафармиться Так, халява Ох, мать моя женщина Там бочка что-ли Так, где-то там звуки какие-то непонятные Так, тут выплывать можно отсюда, да? Но нам надо исследовать руины И следить за символом ласточки Ласточка Наверное, у этого чувака ласточка какая-то Ласточка, ей взять Мяч Мари Буэра Хрен его знает на самом деле Где тут какая-то Какая-нибудь ласточка Он показывает Куда-то Куда-то туда Ладно Блин, опять я сам себя же Подпалил На том же месте еще и горю Так, а там много врагов Значит, мы идем правильно Да? Где ты вишь ласточку? Эм... Птица ласточка В плане где-то была Или что? Я что-то не исчезла Ты-то не понял Нифига Может ласточку выпить? Это ласточка Может действительно зелье ласточки Надо выпить для этого задания? Так только грибов насобираем Наконец-то Наконец-то, ребят Мы оденемся нормально Во-первых, вот это Во-вторых, это И в-третьих, кажется Ноги, да? Да, вот это Вот У нас посильнее Мощь стала теперь Наконец-то В чем подвох? Кельпи? Кельпи? Это же лошадь Какой-то морской монстр? Нет Так Цири назвала Свою кобылу Ну да Она и правда могла Скакать как демон Хм Хорошее имя для лошад Так что, попробуем найти? Тут лошадь Цири? What? Я ласла Че-то я сейчас запутался Если честно, ребят Но это прикольно Мне это нравится Не нравится Даже запутался Нравится то, что Они тут вот Вытворяют Очень хорошо переплетают С книгой Моменты Неплохо переплетают Ты хочешь сказать Что мне туда надо прыгнуть? Интересно Что это означает? Какое ощущение Что ты Смех Так А что это я нашел? А ну выплывай Ведьмак Плыви Что это я нашел? А, это я такую же броню нашел Только хуже, да? Такую же, так и хуже Ну хорошо, что я эту Хоть сам сделал И то радует Так Используйте ведьмач Идёшь Чтобы найти что-нибудь Связывающее с Кельпи А вот лошадь Смотри Рисунок лошади Наверное Подсказка Для Цири Типа нырни Или что? Какая подсказка Ладно Поплыли Короче Чё Я не знаю Ещё какой вариант У нас есть Мы бросили её Правда там Давайте-ка я выпью Всё-таки кошку Нихренашеньки Не видно Сколько мы тут уже бродим И Ещё я Так Не загрузить Рюкзак Поставлю Обратно Наверное Эту Гром Да Гром Поставлю А вот ещё Смотри Кельпи Ещё лошадь Почти такая же Посмотрим Опа Не знаю Что ты сделал Но всё Получилось Обращайся Фак Так Собираем Собираем Так Ладно Проходим Так Ну прыгай Чё ты Я не могу понять Чё ты не прыгает Смотри Они открываются Кто они? Попущите Скейры Мец Так Теперь Понятно Что прервало Телепорт Мосточка Этот телепорт Вот почему Я приземлился В гнезде Утопцев Радуйся Что ты вообще Вышел из него Живым Ой всё Я ведьмак Да 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 Попробуем его Активировать То есть Я да Попробуем Ага Вот Вижу Охренеть Смотри Аж засасывать Да А случайно Не к эльфам ли Слушай Мне они не очень В книге понравились Там Их мир Когда Эм Ты видишь Что там вдалеке Да Это плохо Похоже На затишье Перед бурей Ты видишь Что там внутри Я вижу Мне это не нравится Это не то Чтобы затишье Перед бурей Это явный знак Что Это Дальше Буря Ты не пойдешь Со мной Голем Вон же стоит Ну Чего он так Подвисает Мне нравится Мне Зираэль Не опозна Работает Может Постарайтесь Просто Су Так Вообще-то Я увернулся Зираэль Именно так Называли они Эльфы Ведьмачку Цири Твою мать Твою мать Твою мать Ну и она его Чукает Неплохо Ауч Так Ауч Ауч Могла бы предупредить Что мы справимся Могла бы предупредить Что мы справимся Я бы не утруждался Вот это да Так Уровень Так Хорошо Смотрим У нас У нас Доступна первая ячейка Во втором уже да Но у нас закрыта Сама ячейка Подожди Я смогу, получается, что-то выучить, и ты будешь этому доволен. А если я выучу, допустим, арбалеты наносит. Если уровень энергии слишком низок, знаки могут накладывать за счет очков адреналина. Интересное какое-то все. Вообще ни разу не интересное. Игни. Может, слушай, мне игни прокачать? Также обладает вражеской броню. Действие эффекта придет мощью знака. Что-то все такое. Время действия эликсира плюс 5%. Надо вот, да, наверное, да. Я вот это вот прокачаю. Так, хорошо. И будем прокачивать именно вот это. Зелье. Пренебрегать моей интуицией, ведь, например, в твоем отношении у меня очень хорошее предчувствие. Во многих смыслах. Мда. Я безумно рад за тебя. Пиво зря выпил. Отвар из глава глаза. Мне показалось, что тут что-то из-за. Поговорю с ней. У тебя есть какой-нибудь план? Все зависит от нее. А ты представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она теперь выглядит? Нет. Прости, меня замесло. Я иногда забываю, что мы не настолько близко знакомы, чтобы разговаривать о личном. Не огорчайся, мы на правильном пути. Так, чую здесь какой-то подвох. Там телепорт. Надо активировать его побыстрее. У меня такое ощущение, что нас ждет. Еще ласточка. О, получилось! Идем. Что-то он какой-то кровавый, не? Это не заподняли? Офигеть! Ты сомневалась? Я могу ее осмотреть? А, я могу взять, охотничьи перчатки. Окей. Офигеть, они все заморозили тут. А грибочки-то не собрали. Их заморозили, они и сделать ничего не успели. Шараж. Шараж. Пытается открыть. У нас что, битва будет с Дикой Охотой прямо сейчас? Серьезно? Я же Нубик. Сейчас серьезно, да? Сейчас у нас будет мега-битва с одним из Дикой Охоты. С магом Дикой Охоты. Что это? Делай холод. Его вызвал чародей Дикой Охоты. Сумеешь закрыть щели, из которых он выходит? Слишком далеко. К ним сначала подойти надо. Попробуй вызвать Бурун, Дементий и Крест. Держись ближе. Дарья, Аноной. Дарья, Аноной. Держись поближе. А не то мы сразу замерзнем, да, когда выйдем, получается? Мне ее еще защищать надо сейчас. Ну, закрывай. Давайте, иди-ка ко мне. Так, тихо-тихо. Только не выходи. Наверняка они игни хорошо боятся. Давай. О, нормально, смотри. Ей не понравилось. Не подходи. Хитрая хрень. Так, есть один, да? Начинай. Вае, Николай! Вае, Николай! Да ладно. Серьезно, нет! Нет, 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 нет. Ты мать. Давай. А тут хреново, у меня понты не почти не осталось хп. А еще целая одна. Я правильно понимаю? У меня же вообще ничего не осталось, да? Бутылка воды. Чуть-чуть хп-шечку восстановим. Чуть-чуть хп-шечку восстановим. Вае, Николай! Так. Так. Да вообще-то я отскочил. Ну, прыгай на меня. У нас печально с мечом ведьмачьим. Что случилось? Тарьян, аной! Тира! Что с тобой? Чепуха. Да подустала, пасек, походу. Просто потратила слишком много силы. Оп! Только в обморок не свалить. Пока я в твоих крепких объятиях. Не за что. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Знаю, знаю. Нужно идти. Они заблокировали проход. Может, я попробую... Предоставь это мне. Сейчас, подожди. Я полутаю? Халява? Как-никак. Почему бы не полутать халяву? Где-то еще одна. Она же там все разломала. Пойдем. Может, мы их еще догоним. Ты серьезно? У меня хп нету почти. Может, мы еще и догоним? Может, мы домой пойдем? Еще больше облутать. Под чего-нибудь, ну. Халявка какая-нибудь. Ладно, пошли. Спасибо за помощь. Очень кстати. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Да. Ты бы без меня не справился, а? Ну, признайся. Ну, не знаю. Я бы в жизни здесь не прошел. Взять так. Он ждет нас. То есть, это если спуститься, то спуститься. Да, подожди. Вот это что такое? Воу. Воу. Газ, 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 газ. Твою мать. Ну, что-то явно интересное. Так, у нас почти нет хп. Зачем я сюда вообще пришел? Вон, цундучок какой-то. Так, серьезно? Да ладно. Помри, тварюка. Думал, он меня завалит, если честно. У меня там хп-понты остались. Ну, кроны. Шесть крон, серьезно? Я ради шесть крон сюда и шел. Ну, отвар из черта какого-то. А, вот смотри. Да ладно. Скеллингский гламбес. Серьезно? Это тот самый легендарный, что ли? Не, ну, вряд ли. Ребят, вы меня так... Нет, нет, это не тот. Тем более второй уровень. Да, это не тот. Я думал, вы мне то отдадете уже на халявку-то. Ну, ладно. Так, тут аккуратно надо. Надо, наверное, сохраниться, потому что у меня понты хп. Я, наверное, здесь сейчас умру. Я, наверное, не знаю. Хватит, Найк. Девятый интерес, надо сколько тебе хватит. Девятый. Давай. Давай. давайте идите ко мне твари так так есть иди сюда так так сюда иди ну заходи ко мне да блин ты его загоняешь в угол мне потом там прыгать неудобно ну сволочь какая на я же успел отпрыгнуть блин блин он опять полечился давай о убили что это было не надо за меня боятся давай осмотримся похоже это лаборатория нашего эльфа кираса ух ты это наверно тяжелая какая-то меч воина дикой охоты оооо ребята ну покажи мне свой мечик дикой охоты и чё это что-то задонный мечик а ладно у нас кираса как это появилась давайте посмотрим это она время в ремеслах по-любому да те вот кираса 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 вот она кираса такая кирасочка сто семь ребята как это что это является магический предмет а является ли он шестнадцатый уровень твою мать ты шестнадцатым уровнем дикая охота и на меня пошел и плюс еще с таким донным мечом дурак дурак чё еще можно сказать средний доспех это является да ну ничего блин прикольно так давайте поутаем этих товарищей больше ничего не валяется а вот еще и давайте сохранимся для всякого пожарного там сверху что-то или мне показалось а вот там вдалеке что-то да издает шумы так ладненько поднимаемся сообщение смотрим посмотрим сообщение что здесь больше небезопасно не задерживайся здесь не верь ни к нему а больше всего дороги си ведьм с кривоуха вахтопий постарайся добраться туда где мы в последний раз были вместе где мы последний раз были вместе не слишком-то много эм проклятие может и хорошо что он не оставил более определенного послания если бы охота сюда ворвалась они бы тоже нашли эту проекцию они обыскали все будь у них больше времени они бы тут камня на камне не оставили это не отменяет того факта что мы так ничего не узнали ни об эльфе ни о цире по крайней мере мы поняли что они неплохо друг друга знают и путешествует вместе эльфы цири о ведьмах да интересно зачем они разделились возможно дикая охота шла по следу эльфа и так было безопаснее для цири а ведьмы скривоуховых болот скривоуховых топе и если ты что-то скрываешь но я же не говорила что что почему ты не сказала об этом раньше я же говорил что цири перешла дорогу какой-то ведьми я понятия не имела что речь идет о них и потом ты бы сразу бросился их искать а нам сперва надо было убедиться что цири была здесь разве нет теперь я разумеется расскажу тебе все теперь когда я провел тебя через пещеру ах ты правда так плохо обо мне думаешь наверное у тебя предубеждение против чародеев ах ах ни с одной не знаком ха 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 ты знаешь этих ведьм? никогда их не видела но читала о них в старинной рукописи я ее в одной хате нашла там написано что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховый топе именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами ведьмы не терпят пришельцев зато местным помогают именно они остановили мор в Велин и что ты об этом думаешь? я бы назвала это россказнями старых баб но когда я только приехала в Велин первые дней двадцать мне снились отвратительные кошмары что-то призывало меня на болото однажды ночью я ввела себя в сон наяву и столкнулась с этим я сразу прервала контакт с тех пор тишина и никаких скверных снов что-то призывает ведьм на болото? хм как мне их найти? болото обширно и опасно но похоже ведьмы указывают крестьянам нужные тропки книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях а потом идти по следу сладостей сладостей? ааа точно в Каэр Морхене не читают детям сказки на ночь все нормальные люди знают что ведьмы живут в пряничном домике на курьих ножках посмотрим как они там живут возьми книгу почитай я нифига себе ты с собой где ее таскала? ты найдешь цель ладно тогда давай для начала поищем выход хорошая мысль а как насчет облутать? что тут вокруг? мы конечно этим займемся но уже в следующей серии огромнейшее всем вам спасибо что посмотрели этот видеоролик в следующей серии мы пойдем искать этих ведьм заодно по пути мы будем естественно осматривать все что окружает нас и интересные места лутать и обязательно купить больше еды потому что с хилочками у меня вообще бяда в любом случае всем вам удачи до скорого и не унывайте